Всем привет-привет! Сегодня я утром, как только проснулась, сделала для вас очень мощный ритуал по очищению вас, по расчищению ваших дорог. Поэтому смотрите до конца этот эфир. Обязательно энергообмен в виде благодарности, лайков, комментариев, например, в телеграм-канале моем. В общем, жду от вас обратной связи. Для меня сегодня день открытий, на самом деле. Я прямо в этом поле варюсь сейчас, когда открытия сопровождают меня. Открытие канала. Канала ясновидения, канала экстрасенсорики. Вот сейчас у меня происходит это. Вы это тоже можете почувствовать, потому что недавно я словила такое вот... То есть вот люди, которые со мной, например, работают... Это не случайно. Двойка кубков тут выходит. Про любовь будет речь. Люди, которые работают со мной, которые соприкасаются со мной, тем более, если они постоянно на моем канале и со мной в тесной связи, да, закрывают меня, да. На самом деле эти люди очень высокочувствительные. Им приходят во снах всякие там знаки, символы. Что бы это могло значить, Юля? Я говорю, как это, что? Ну просто вот на самом деле. Вот меня, например, администратор моя, Татьяна, да, она очень хорошо чувствует людей. Она еще ни разу не ошиблась в своей чуйке. Ни разу еще не ошиблась. Поэтому она не случайно работает со мной. Вот. Я к тому, что случайных людей не бывает в моем поле. Так, а что вам нужно услышать? Небольшое будет послание. Посмотрим. Небольшое, большое, потому что это не важно на самом деле, как пойдет, да, поток как пойдет. И меня может затянуть, например, в сингулярность, в этот космический портал, да, и я вам буду вещать что-то такое межгалактическое, а может быть и земное. Не знаю, посмотрим. Вот, я знаю, что я сейчас разложу вам. Волки, да? Так интересно устроена вообще волчья стая. Это просто поразительно. Это вот целесообразность и это гуманность, вот что не хватает многим людям. Сначала волчьи стаи, например, ну, 40, допустим, волков всего в стае, да, сначала идут в путешествии и ведут всю стаю старые самые волки. Самые старые, самые матерые, которые уже заслужили свой отдых. Они верой и правдой служили своему, своей стае. Поэтому с их темпом считаются. Если их поставить, например, сзади, да, они отстанут и умрут в итоге. Нет, их поставят, их как бы ставят впереди. Ну, как ставят, вы понимаете, да? То есть это на инстинктах. Они впереди ведут всю стаю. Дальше группа идёт очень сильных волков, которые, если что, воины, которые могут защитить. В середине идут самые ценные, что есть в волчьей стае, это мамы с волчатами. Волчицы с маленьким своим выводком, и их много, да? Дальше за вот этими волчицами с волчатами. Потому что для стаи волков волчата это самое ценное вообще, что есть. Они очень радуются, когда появляется на свет новое поколение. Потому что они дальше передают как бы свои знания, свои навыки вот этим маленьким волчатам. И волчата дальше служат, то есть на будущее поколение, понимаете, да? Дальше вот за этими мамами их охраняют с двух сторон. То есть вот воины идут, вот волчицы с волчатами. И дальше идут эти, те воины, это стратеги, которые могут там навалять вообще каждому. То есть там тоже сзади. И завершает всю стаю вожак. Один вожак. Он идет в конце самым. И он контролирует всю стаю, куда она идет, куда она движется. И у них очень справедливые решения. Выбор волка, это всегда у них, кстати, по поводу пар. У волков верность на всю жизнь. Вот он выбирает свою волчицу, а она выбирает его. И эта пара верна друг другу на всю жизнь. Они не меняют, как перчатки, они не изменяют друг другу. То есть если, например, умер из этой пары кто-то, ну то есть волк, либо волчица, все, этот человек, видите, не случайно я оговорилась, этот волк живет один всю жизнь, хранит верность. И живет он мало, крайне мало, потому что у них как поддержка друг другу вот дается. Я не знаю, для чего вам эта информация, потому что я, наверное, с шаманским бубном сегодня пере... Не пере, а как раз-таки как надо. Я чувствую, что идет пространство. Вот эта тема очень мощная сейчас будет распаковка у вас, ваших способностей. Именно летом, именно сейчас, да, до 20 июня, до летнего солнцестояния. Очень мощный день. Пожалуйста, сделайте свои дела, которые вы планировали до солнцестояния. Либо наметьте как-то себе путь свой, чтобы вы вышли... У вас, потому что как переломный момент после солнцестояния, по-другому начнет разворачиваться жизнь. Сейчас надо пахать. Сейчас нельзя сидеть и прокрастинировать просто. Сидеть, там, думать что-то долго, там, спать до обеда и так далее. Я себе позволила поспать сегодня. Ну, как поспать? Я сегодня в 3 утра встала. Это нормально. В 3 утра встала, записала для вас... Записала для вас обряд со стихиями, с бубном шаманским. И всё. И, конечно, я почувствовала, что мне нужно отдохнуть. Так. Меня смотрят очень мощные люди, очень мощные. Девочки, вы реально огонь. Я не буду говорить сейчас по вариантам, да. Но расклад, который у нас был, да, мне чётко показал вообще, что вы все обладаете практически кто-то экстрасенсорными способностями, кто-то ясновидением, кто-то верховная жрица прям, кто-то целитель, кто-то из вас природная шаманка. Знаю я одну девушку. Развивай свои таланты, развивайте все. Не сидите. Если вам кажется, это вам не кажется. На самом деле то, что вы видите, всё, оно и есть в реальности. Вот мне вчера, например, всё вообще пространство показало, показало всё. И как некоторые люди пытаются тебя запихнуть обратно в твой старый сценарий, а ты понимаешь, что ты, блин, невпихуемая когда, ты уже не запихиваешься туда. Вот. И вам с кем-то или с чем-то придётся попрощаться. Этих людей выпхнуть вон из своей жизни. Вот. Смотрите. Эти люди либо уйдут сами, либо в свой тоннель мира уйдут, либо они реально их заберут, потому что они мешают вам. Это факт. И я, когда вам проводил обряд, я утром, да, рано утром, я вам там говорю обо всём, что вы нужно услышать. По поводу своей защиты, по поводу... По поводу ваших выражений я тоже говорю. Почему вы прячетесь? Многие из вас прячутся. Вы, девочки, особенно вас касается. Вы как будто на своём болоте, ну, привыкли там жить и норму. На самом деле вы способны управлять многими процессами. Вы управленцы. Ваша энергетика так работает. Ваша энергетика так работает. Так, а потом я очень доложу, да. Ивы, камичей. Вода. Нырнула в воду. Ага, через огонь, через свой импульс нырнула в воду. Чувства. Здесь борьба интересов. Здесь лёгкость появилась какая-то. Лёгкость. Но при этом... Что здесь? Сила гармонии. Спокойствие внутри себя. Целостность, баланс. Гармоничное отношение с миром. Вы это сами можете делать. Вы как будто из двойки мечей, из такой поганой ситуации, на самом деле, вы выходите всегда в свою гармонию. Через свой огненный импульс, через свои чувства. Да, вы просто выпрыгиваете в другую реальность, в другую мерность. Если вы думали, что вы будете жить так, как вы сейчас живёте, то нет. Нет. У вас другая жизнь живёт. Сейчас у вас пробуждение. Реально здесь движение, здесь осознанность, здесь... Так, секунду. Я вам говорю информацию, впитывайте, пожалуйста. Вы осведомлены уже. Значит, вы вооружены. Понимаете, да? О чём речь там? Тут будет борьба интересов у вас. А, если вас пинают... Пинает жизнь как будто через людей это обычно происходит. Вас выпихивают как будто с вашего болота, где вы застряли, да? То это нормально. Ну, то есть вас выпихивают для чего-то. Для того, чтобы вы проснулись и запустили новый сценарий в вашей жизни. Запуск происходит вашей ракетой как раз-таки сегодня в ритуале, который я сделала со стихией воздуха сегодня. Сегодня у меня был огонь и воздух. Так, очень мощно прошло. Могу сразу вам сказать, ребятки, я прямо преисполнилась там. Там много чего интересного было. Происходило во время ритуала. Смотрите, заканчивается, у кого-то заканчивается проклятие рода. У кого-то заканчивается ваше собственное проклятие, как будто ваша жизнь была, знаете... Ну, не сахар, это мягко сказать. Здесь было днище жизни, да? А здесь этот период заканчивается. И ваша башня тоже заканчивается. Здесь разрушается вот этот старый сценарий, где вы были в жертве, где вы были на днище жизни, где вы чувствовали себя... Даже если вы классно живёте, по поводу, да, днище жизни вашей заканчивается. Материальное благополучие. То есть это такой мощный шанс в материи, и это денежный шанс. То есть это либо деньги вам придут, либо наследство, либо большой куш, откуда не ждать. Либо вам долг отдадут, либо продаст ваша недвижимость, либо что-то здесь такое. И здесь самое главное, проклятие уходит. Проклятие какое-то было на вашем роду, скорее всего. Да, тайные знания вы сейчас распаковываете в себе. Вот я сегодня распаковала свои тайные знания. Вот. Ну, на самом деле, у меня распаковка каждый день идёт. Я просто как бы не делюсь со всеми с вами, что вот, ребята, у меня сегодня ещё один доступ открылся. Я как бы иногда пишу об этом в своём телеграм-канале. Ну, вы, кто смотрит за моей трансформацией, тоже видят, да, вообще, как поменялось всё на самом деле. Но оно так и есть. Королева Огня просыпается, гармонизируется, тайные знания получает. Вы принимаете все тайные знания своего рода, и вы ведёте свой род на самом деле. Знаете, как Регина рода, как кто-то Региной рода является, кто-то не является Региной рода. Это не важно сейчас. Важно то, что от ваших решений зависит на самом деле будущее вашего рода. Вы очень ресурсны, девочки. На вас, например, смотрят, когда люди, да, они видят вас. Этот огонь, этот стержень внутри, это какое-то свечение. Это вот прям реально свечение, да. Мужчины вас рассматривают, конечно, ну, очень сексуальный, но здесь, знаете, ещё какой контекст? Не просто там постречаться с девушкой. Здесь видно её, ну, плодовитость, да. То есть здесь он понимает, что если я соединю свою судьбу с такой женщиной, мне будет пруха всю жизнь. Ребята, мужчины, слушайте Юле. Юля вам расскажет, да? Ну, правда, вот эту девушку, её не просто так добиться, это первый момент. Второй момент. Если вы с корыстной целью заходите в её пространство, она вас выпихнет в любом случае, вот, и вы потеряете очень много, если вы, например, с каким-то таким шкурным интересом, допустим. Ну, за её спиной-то хорошо жить, потому что Регина Рода, например, и женщина, которая обладает вот этими тайными знаниями, ведьма, да, по-другому скажем, по-простецки, ведьма, она защищает вас. На любом плане она защищает вас. Она ваша защита, она ваши крылья. Как только эта женщина уходит из вашего поля, всё, вам наступает пипец. А почему так наступает? Потому что очень часто мужчины решают, они оперяются, они думают, что они такие крутые, классные. На самом деле у вас пруха идёт именно потому, что вы соединились вот с этой женщиной, у которой вот этот огонь есть, у неё есть это свечение, это звёздное свечение, вы ни с чем его не сможете спутать. Это особая вибрация. И у этой женщины рождаются чудесные дети. Поэтому, ребята, кто обидел верховную жрицу, ух, вам хана, ух, вам хана. Здесь про то, что вы переедете, ваш вожак в ночи придёт. Здесь такой волчара прям, мощный очень человек, но здесь через любовь всё идёт, на самом деле. У вас, кстати, связь и с тёмными силами тоже. С тёмными силами, в смысле, с высшими силами. Высшие силы – это и дьявол, и бог, да, понятно? Вот. И здесь вы как будто пройдёте через это искушение. Вам сам дьявол помогает. А это так и происходит, на самом деле. Потому что тут высшие силы, как бы, они как в сцепке работают. И они охраняют этого человека. А здесь любовь идёт? Непонятно, да, эфир будет? Нет, понятно. Я знаю, что вы меня поймёте. Здесь у вас переезд, переход. Всё, уже вот то, что вы как жили, это всё разрушается. Сейчас это всё доразрушается. Смотрите, вот я начала сейчас делать обряды чисток, да, для людей. Реально у людей начинает сначала, знаете, такое состояние, как будто их обнулили реально. Ну, так это и происходит, это обнуление. Будьте к этому готовы. Если вы к этому не готовы, но на самом деле вы там пишите мне особые условия, я не всех беру на чистки, не все будут проходить их чистки эти, и, конечно, то есть это полная ваша ответственность за то, за материальную, нематериальную вашу жизнь. В дальнейшую полную ответственность вы берёте на себя. Вы не перекладываете там на мастера свою ответственность за то, что у вас там посыпалось что-то. На самом деле, после чистки происходит обнуление старых сценариев. Они как шелуха уходят. Человек такой, он долго, например, жил вот с этим сценарием жертвы, когда он кому-то что-то должен, когда он кому-то выслуживается, когда, например, программа нищеты была, да, у человека. И я убираю вот эту программу. И тут у человека сразу, знаете как, состояние, как будто по башке дали. Он немножко обнулён, у него везде как будто он говорит, ну там, типа, закрываются дороги. Это первый, это первый вам звонок то, что сейчас будет всё это открываться. Запомните всегда, это у всех мастеров абсолютно, когда вы идёте на чистку, когда вы делаете какой-то обряд, либо ритуал, всегда первое впечатление, первая будет ваша реакция, это «Я не могу, я хочу поспать», у кого-то головная боль, у кого-то боль поднимается вообще там, какие-то негативные ощущения в теле там, да, допустим, в голове и так далее. В общем, будьте к этому готовы. Вы проходите через искушение, вы соединяетесь с магией. И через ночь, как будто ночь – это сила ваша. Вот здесь про силу. Тёмную ночь души, как будто вы переживаете, если вы даже сейчас в этом периоде, это всё пройдёт. Вы сейчас доступы добираете свои. Начинается. Вас сейчас... Это род, говорит вам. Вам передают многовековую мудрость, которую накопил ваш род. Здесь может быть не только земной, но и небесный род, да. Гибкость ваша. То есть вы укрепляете корни, вы цепляетесь за скалы, но вы всё равно высидёте. Вот карта о том, что вы выдержите, выдержите. Даже если вы сейчас в периоде либо буферной зоны, либо пока ещё днище жизни ощущаете себя так. Многие из вас за вами наблюдают. За вами наблюдают, и как будто вы, знаете, закрыты. Хотят разгадать вашу тайну, но не в силах это сделать. У вас сейчас новые шаги простраиваются. Новая дорога жизни простраивается сейчас. И никому не позволено знать, какая это дорога. Поэтому ушки на макушке, да, тише. пространство не сотрясайте своими громкими в соцсетях, например, посланиями, либо, знаете, из разряда необузданного, когда вы пишете какие-то статусы, там, да, в тишине вот это всё проходите, и вам будет открываться ещё больше. Вот. Потому что можно раз, как бы, хотел по-русски сказать, можно разговаривать, растриндеть вот это всё, расплескать это всё. И ничего не останется. Миротворение. Ещё раз. Кто-то подвергает себя опасности, когда вы остаётесь с теми людьми, которые вас держат, которые заставляют вас ждать, которые... Вы сейчас на самом деле важные семена засеиваете, почву. Здесь про любовь и опасная ситуация на любовном фронте, как будто постоянно либо абьюзеры попадаются, либо какая-то... какая-то фигня. Так что это... Ребята, это всё, это уже... Да, да, да. Я же говорю, опасная ситуация. Пятёрка воздуха. Связан с вашим родом. Здесь ещё и пятёрка, пятёрка земли. Состояние, когда вы на коленях. Кому вы подчиняетесь? Как будто бы ваше движение приостановлено, что ли. Тяжело двигаетесь очень по жизни, очень тяжело. Сами себе усложняете дорогу. Вам нужно проникать вглубь сущего, чтобы прикоснуться к основе основ. Вы ощущаете в себе силу и беспредельность этой силы. И окунаетесь в бесконечный океан покоя. Сегодня про океан, космический океан. Девушка одна написала в нашем телеграм-канале. И это правильно. Как правильно? Это вот прям ваш камертон. Вы чувствуете, когда покой, когда, например, вы что-то делаете либо слушаете специалиста, вы прям погружаетесь в спокойные вот эти воды океана и беспредельность эту ощущаете в себе. Не можете это объяснить как-то. Но вот сейчас именно это время. Видите, вы заземлены на камнях. Она балансирует, она вместе с древом рода умиротворение. Девушка в позе дзен, и здесь древо жизни. Древо жизни, то есть я говорила, что-то связано с вашим родом. Здесь либо меня слушают Регина рода своего, то есть ставьте защиту, если вы можете это делать. Вот. Ну, либо обращайтесь ко мне, я буду ставить вам защиту. Вот. У меня также есть функция, как я могу обряд провести и как начистку и плюс защита. то есть комплексная такая работа. Эта работа долгая, это очень энергозатратное дело. Я реально после этого должна вообще себя в чувства приводить, потому что там реально очень много сил на это уходит. Вот. Поэтому стоит, конечно, совсем других денег. Вот. Ладно, сейчас я соберу карты. Я сегодня вдруг, когда делала обряд вот этот, да, потом. Я на самом деле много чего сегодня, ну, короче, работа у меня была внутри, внутренняя работа. Хотя я сегодня вроде как отдыхаю, но интересный момент был, когда я когда я вспоминала один очень полезный момент в моей жизни. Я вот прям прочувствовала это на себе, что этот человек он очень сильно потом поплатился за то, что он так со мной поступил, потому что это было не просто несправедливо, это было это было это была ситуация очень такая некрасивая. И вот почему-то сегодня это всплыла ситуация снова. Я ее вспомнила просто в деталях, в мельчайших деталях и потом поняла, что ладно, я об этом не буду говорить. Да, я такая. Я могу начать, а потом закончить сразу. А еще знаете, как я могу? Я могу сказать сначала да, а потом нет. И это нормально. Потому что я передумала. Это не значит, что я переобуваюсь на ходу, это значит то, что я сонастраиваюсь со своим внутренним камертоном. и если вы люди, которые заходят в пространство и знаете, как пытаются как будто пользоваться тем, что я открыта, добра, то есть с каким посылом я к людям выхожу. Начинают ехать. Ехать на этом. причем это знаете и в жизни проигрывается, ну то есть в реальной там, не только на канале. Вот, я к тому. Прикол в том, что я как могу сказать да, а потом я говорю когда нет, человек реально понимает, что вот это мое нет, оно не подлежит как бы а может быть да все-таки знаете как это отмотать назад и или знаете как господи как это называется ну это не то, что динамо машина но просто нет это значит у меня окончательно нет ну вот так вот это я к тому, что я никогда не возвращаюсь к людям, которые например которым я сказала нет или которым я с которыми у нас отношения не важно это кто работодатель это кто кто угодно вообще подружки подружайки все нет я говорю нет и все этот человек навсегда выпихивает из моей жизни вот поэтому когда я вам говорю да цените это но не слишком до небес знаете как начинается подпрыгивание и я поняла что я считала в месседже этого человека он как будто прочел эти доступы как как ооо сейчас мне попрет реально попрет все у меня все на мази все хорошо получается все прекрасно я такая знаешь почему я на ты с вами не знаю короче я как на беседе с вами на личной да и потом я так а с чего ты решил что теперь все теперь это типа птичка спустилась с небес и как это журавля в небе поймал и он такой ооо журавль у меня в кармане а лучше сокол а лучше беркут у меня в кармане да что ты говоришь правда что ли так что вам нужно знать вы сейчас воюете на самом деле работа у вас идет кипит работа над своим родом между прочим над благоденствием своего рода над богатством вашим над процветанием вашим потому что дух у вас сильный очень дух сильный дух у вас сейчас приумножении ваших финансовых каналов скажем стабильность финансовых каналов вы должны проработать рост финансов рост здесь все про финансы и как будто это в казну рода идет как будто сейчас подождите влюбленные с чем связано вы вы что-то ждали а ждали что пару что ли ждали вот он уже огненный импульс то есть дух огня воин земли воин земли он как будто вспахивает барану сейчас да и через чувственную сферу это идет все канал ясновидения открывается отсечение понималась отсечение треугольников если они есть привязок каких-то болезненных ситуаций и это будет по справедливости вам нужно сейчас наполнить свои закрома самому наполняться да потому что вас люди предавали здесь было предательство но на самом деле это сейчас заканчивается этот период башня уже произошла если вас предали вас уже предали ну то есть уже просто смиритесь с этим да вы как бы собрали весь свой вообще пакет весь свой багаж и уже тяжело это тащить на самом деле вам сейчас к августу к августу что обнуление полное да как будто новая жизнь начинается в августе что ли новая жизнь как будто сейчас попахать надо да новая жизнь колесо фортуны другое как будто течение жизни сейчас пока вы можете кто-то в тупике кто-то сидит не понимает вообще как через это выбраться смотрите у вас на самом деле вот эти заборы вы можете их пройти это можно переступить поднять ножку и переступить через это то есть то что с чем вы боитесь что вы не справитесь вы справитесь со всем а тем более если у вас такая мощная защита идет у вас мощная защита у вас мощный потенциал вы очень мощные люди я знаю я два расклада сделаю для вас сейчас потенциалы вам открываются открываются двери вон у верховной жрицы верховной жрицы солнца ребята ну вы представляете вообще вот с такими женщинами у вас семья я говорю сейчас отстранись от этой драмы которая в твоей жизни происходит возможно или уже произошла это уже произошло ты перестрадай этот момент перейди через эту черту когда ты на совсем днище жизни вот это надо прочувствовать тебя предали прям вытерли об тебя ноги ты должен это прочувствовать прям вот до самого нутра как это происходило во всех деталях и потом ты просто выходишь и у вас настолько старт в белую полосу жизни что ну ракеты ракеты где они все где эти все обидчики где они кто-то сдох кто-то в больнице у кого-то депрессия у кого-то денег нет вообще никаких ресурсов нет не слышали у кого-то полное отсутствие взаимопонимания в семье у кого-то недвижимость как типа человек купил недвижимость и думал что он хорошо будет ехать на этой недвижимости там все классно у меня все устроено в этой жизни да вот ну такой небольшой наибон был вот и потом это типа эта недвижимость будет стоять просто годами а там не будет двигаться ремонт и вы никогда не сможете например это я обращаюсь к тем людям которые вот таким образом действовали да эти люди вот они на дне окажутся просто вспомните мои слова и сияйте как моя все это первый расклад для вас потом будет очень пикантно я хочу сделать для вас девочки для вас мои дорогие все всех обнимаю целую люблю пока пока сейчас огнем очистим огнем очистим а воздух это самое сильное намерение самая сильная стихия сейчас это воздух а вот вы должны это осознать что через именно воздух все ваши намерения сбываются и воплощаются в материи именно через воздух через ментал через вот это пространство свободы мы закладываем добрые намерения чистые сейчас пусть каждый кто смотрит этот обряд пусть каждый получит свою жизнь здоровье целостность баланс изобилие любовь пусть встретит каждый человек кто смотрит этот ритуал свою истинную любовь а если уже встретили эту любовь то пусть между вами чувства разгораются и все враги или люди которые мешают вам быть вместе может быть это программы какие-то пусть это все сгорит в огне мы запускаем намерение чистое намерение пространства как из лука вы стреляете в свою цель и эта цель полагает цель для вас для вашей души мы никому не желаем зла мы ни у кого не отнимаем его свободу и воду мы приглашаем в свою жизнь тех людей которые наши если это мужчина пусть придет судьбоносный мужчина любящий который будет любить вас на руках носить девочки который будет вас ценить и оберегать а все ненужные кармические которые болтаются у вас и не пойми что пусть они уходят из вашего пространства навсегда свой слой мира они просто уйдут в свой слой мира вот так очень хорошо работает ритуал я работаю со стихиями пусть встретится и вам истинно любящий вас мужчина хороший добрый надежный и пусть покой не знает пока не найдет вас именно ваш мы открываем пути дороги именно вашего судьбоносного мужчины сейчас сильнейшие дни для любовных ритуалов до обрядов зверобой тоже очищает ваше пространство у вас так сейчас начнете чихать кашлять от дыма значит хорошо прошел ритуал после него может быть или во время него вы почувствуете знаете может быть слабость захочется спать это все нормально это запускается запускается работа мощнейшей стихии воздуха и огня вот так обращайте внимание я видите как выгляжу я как встала я вам стала делать сразу ритуал я даже не привела себя в порядок и в чувства просто делаю как чувствую сейчас что можно это сделать для вас вот а потом я выйду в эфир и запишу для вас расклад я уже буду выглядеть по-другому так на самом деле вам сейчас важно сосредоточиться на своей цели ваши цели и это мы сейчас призываем в вашу жизнь все самое хорошее доброе чистое светлое пусть мужчина дарит вам щедро свою любовь подарки внимания пусть придет к вам чтобы соединиться с вами в счастливом союзе пусть сердце его очистится от любовных приворотов его кармических кармежовых женщин которые не мешают по жизни увидеть вас пусть очистится его разум сердце и он поймет кого он искал расчищаем ему пути дороги пусть приходит только щедрый любящий мужчина добрый красивый умный заботливый любящий детей животных любящий природу а все зло пусть уходит в этом дыме растворяется и сгорает в этом огне пусть все ваши обидчики сгорят сгорят в этом огне и в этом дыме я могу сразу сказать что вас не просто нельзя обижать потому что вы верховная жильца вы под на вас печать бога и высшие силы даже вы этого не будете знать или не хотеть этого моментально на любую несправедливость или на человека который вас обидел а уж тем более если он намеренно вас обидел ему будет лететь неимоверные силы бумеранг это прописано это закон нельзя обижать женщину которая является дочерью бога которая является верховной жрицей вы светлый человек вы человек со светлой душой со звездной душой все ваши обидчики несут наказания и вы это знаете а уж тем более если мужчина например вас предал обидел и так далее этот мужчина окажется на дне жизни и он никогда не сможет подняться никогда у него не получится потому что нельзя обижать вас так что мы еще и почистим вас от ваших вражин от людей которые мешали или завидовали вам поймите что врагу будет приедать и в материальном и не в материальном мире понимаете на нем уже печать преступника и во всех мирах и пространствах его видят как преступника который попрал волю бога который попрал его любимое дитя который унизил оскорбил обидел любимое дитя бога вот знаете есть такой закон в шаманском мире да ну это как шаманское я просто вам говорю на самом деле это работает везде нельзя убивать животное просто так например охотник убивает животное по необходимости и этот охотник он просит прощения у души животного за то что я говорю тебя убью да для чего для того чтобы прокормить например свою семью и он не убивает просто так ради забавы ради наживы и так далее и больше того что он сможет то есть больше понимаете да жадность и вот это от злости ненависть и тем более если он убивает негуманно то есть животное мучается еще при этом на этого охотника духи местности кладут печать убийцы эту печать убийцы видят во всех мирах и пространствах и этот человек не живет потом долго и счастлив он живет абсолютно несчастной жизнью и умирает в мучениях и это закон если же человек одумался если он искренне попросил прощения если он начал по-другому себя вести то с него эта печать снимается так что вот такая история не животное ему мстит нет духи местности мстят и они будут мстить до седьмого колена вперед потому что нельзя просто так ради ради наживы ради какого-то садизма так же точно с людьми девочки мои дорогие я вам скажу так что всех ваших обидчиков ждет вот это печать во всех мирах и пространствах эта печать указывает на то что этот человек преступник никто мои слова не перебьет не переделает как тому быть такова моя воля да будет так никогда не говорите в конце слова в конце своего оговора печать аминь нельзя это делать потому что вы ставите точку на себе у вас не идет развитие вы просто закольцовываете и утверждаете все это в некротическом мире в землю это сложно для понимания я понимаю но если уж вы на моем канале то слушайте если вам не резонируют мои послания или что-то претит вашему внутреннему состоянию то просто удалитесь без комментариев удалитесь просто и все все те кто что-то там говорил ребят я знаю какой какой конец у этих людей просто но я это все видела поэтому так у нас здесь свеча неимоверное просто количество дерьма вот вы не представляете что это так как мы говорили про вашу судьбу счастливее здесь я вижу во-первых стяг вашей судьбы конкретно прям вторая линия как будто идет вот смотрите кто что увидит да и еще вы не можете соединиться со своим любимым человеком потому что у вас мужчина мужчина как будто не считывает в пространстве так все отработала свеча мягко я вот это клик как будто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok